Анапе необходимо поддерживать статус всероссийской детской здравницы, убеждены руководители ведущих предприятий отрасли. И не только сохранить то, что есть, но и развивать это направление. И здесь мы не только используем современные методики и наработки, но и сами можем поделиться опытом. Ежегодно порядка 12 тысяч детей, которых мы принимаем, то есть мы уже практически дошли больше 2,5 тысяч единовременно. За последние три года мы очень сильно развились по всем направлениям. То есть это порядка 700-800 коек, то есть расширили санаторий. Это полностью инфраструктура внутри, это спортивные площадки, это территория озеленения, это капитальные ремонты уже наверного фонда. В этом году мы запустили новшество, которое пока еще в тестовом режиме, но в следующий год уже зайдет массово. Мы разработали приложение, в которое играют дети. Это по большому счету оцифрованная детская жизнь, то есть где дети полностью участвуют, где они говорят, я их слышу, оценивают, выполняют определенные задачи, квесты. В следующем году есть определенные уже желания, то есть мы переговоры ведем и с РСМ, которые проводят, то есть профильные смены для детей. Также немаловажная составляющая успешного курорта – развитие лечебной базы. Во-первых, это еще одно направление, которое, безусловно, привлечет новых туристов. А во-вторых, это позволит Анапе перейти в разряд круглогодичных курортов, и все предпосылки для этого есть. Мы используем новый подход к санаторно-курортному лечению. Для нас важно, чтобы гости действительно получали пользу. Любая программа санаторно-курортного лечения у нас сопровождается психотерапевтами, психологами, и мы помогаем людям разобраться. В общем-то, многие болезни, они, как говорится, от нервов, и мы помогаем с этим разобраться. Кроме этого, естественно, у нас есть прям глубокие специализированные программы по этому направлению. Но мы считаем, что это позволит нам работать и круглогодично. Сейчас, особенно жителям больших городов, им необходимо себя поддерживать, как сказать, разгрузиться. Разгрузка им нужна. И вот тут помогают все программы антистресса. Помимо этого, будет развиваться и так называемый событийный туризм. Анапа вполне может претендовать на то, чтобы стать центром проведения, к примеру, деловых встреч или образовательных семинаров. Но одна из главных задач – сделать курорт комфортным и благоустроенным. И здесь, по мнению экспертов, позитивные изменения очевидны.